...миллионов долларов и составил 3,3 миллиарда 100 миллионов долларов США. И у нас есть задача, чтобы в 2024 году этот не сырьевой, неэнергетический экспорт угорался, то есть составил 6,6 миллиардов долларов США. Для этого есть механизмы и основной механизм, по которому... Два основных механизма, на которых я остановлюсь, это субсидирование экспортных кредитов, то есть через заключение корпоративных программ повышения конкурентоспособности, которые реализуются по лене Министерства промышленности России. На эти цели до 2024 года будет направлено у КНИ 4,5 миллиардов рублей и субсидируется до 4,5% пунктов. Как на оборудование, так и на инвестиционные кредиты, направленные на экспорт. Взамен предприятие на себя берет ответственность по увеличению несырьевого и энергетического экспорта в суммовом выражении. И дополнительно к этому мы уже подали заявки. В этом году был первый отбор. Летом 11 предприятий регионального значения, около 4 предприятия федерального значения, куда входит предприятие, которое входит в группу Ростеха и такие крупные, как Нижний Константин, Тихий, Зарядки подали. В ближайшее время будет рассмотрение этих заявок, кроме России. И мы надеемся, что эти корпоративные программы и соглашения с федеральным центром по этим показателям будут заключены. И наши предприятия смогут привлечь субсидируемые кредиты на реализацию этих проектах. И второе направление, это тоже сверхважное, благодаря которому у нас ПОСИС за нескольких лет удвоил свой экспорт, это субсидирование, логистики и транспортировки высокотехнологичной продукции до границ Российской Федерации. И вот до 25 октября производится отбор по данной субсидии. Мы призываем также экспортеров, я знаю, как у вас, у нас предприятие есть, чтобы они тоже приняли участие, как экспортеры, в этой субсидии. И просьба, если будут вопросы, обращаться. Коллеги готовы оказать полное содействие в продвижении ваших проектов. Спасибо. Спасибо большое, Олег Петрович. Сейчас мне бы хотелось перейти ко второй части нашего мероприятия и сказать огромное спасибо нашим гостям за то, что вы выступили. Нас кратко освежили все, что мы знали и слышали о национальном проектах. И дальше наша работа будет построена таким образом. Мы сейчас прервемся на небольшой кофе-брейк. И дальше будет уже мозговой штурм. В тех группах малый и средний бизнес по национальному проекту производительность труда и экспорт. Модераторами у нас будут Кумер Тимур Альбертович по группе МСП. По экспорту у нас будет Харатин Фарад Решатович. По производительности труда у нас будет Еврагим Фрюдар Рапилевич. На этом, наверное, официальную часть закончим и перейдем уже непосредственно к обсуждению. Спасибо большое.